Добрый день, уважаемые! Сегодня еще очередное видео для вас, как всегда. Видео подбираю интересное, с разными статьями. Пожалуйста, обратите внимание, все хотят иметь увеличение пасеки. Это отвечают на вопросы читателям в журнале 1960 года, номер 2, пчеловодство. Это 58-59 лет назад были люди так. Так, первый вопрос. Как найти рой в лесу? Вопрос, эта статья называется, как найти рой в лесу? Да, интересный вопрос. Вы идете в лес и надо рой найти. Как найти пчел, поселившихся в лесу? Описывает Кемеровская область Егоровцов, поселок Барзас. Ответ. В дни слабого взятка и в часы наиболее благоприятные для лета пчел берут с собой жидкий ароматный мед и кормушку и идут в район леса, где по всем признакам имеются пчелы. На открытом месте опушки и лесной поляне, где начинают встречаться пчелы, в кормушку наливают мед и помещают ее на какую-либо подставку, служащую одновременно и хорошим ориентиром. Спустя несколько минут кормушку отыскивает вначале одна пчела, затем вторая и третья и так далее. Напившись меда, они взлетают и, сделав несколько ориентировочных кругов над кормушкой, улетают в свои гнезда. В течение времени число пчел, прилетающих к кормушке и улетающих от нее, возрастает. Когда их число достигает двух-трех десятков, кормушку закрывают и вместе с пчелами переносят на 100-200 метров в зависимости от особенности местности в направлении линии лета пчел. То есть у вас стоит кормушечка, пчелы прилетают, вы заметили, что они покушали и сразу полетели, допустим, в эту сторону. Кормушку переносят на 100-200 метров, куда они полетели. В эту сторону, значит, полетели, подвинули еще. Ну, это на полянке стоит, так сказать. А почему на полянке? Потому что в лесу очень трудно, пчелы вверх летят. А на полянке видно направление, в каком они направлении летят. То есть на открытой местности. Далее читаем. На новом месте кормушку ставят на видном месте, а выпускают из нее пчел. Здесь снова задерживаются до тех пор, пока пчелы не установят нового контакта с кормушкой. Число их заметно не увеличится. То есть пчелы привыкли летать туда, но эти пчелы, которые закрыли в кормушке, они уже летят, докладывают, где находится это место. И так далее. Передвигается несколько раз. Чем ближе охотник за пчелами будет находиться от их гнезда, тем быстрее улетающие от кормушки пчелы будут возвращаться к ней. Чтобы сориентировать себя во времени, затрачиваемой пчелами на преодоление расстояния от гнезда до кормушки и обратно, пчел в момент взлета с кормушки следует посыпать белой пудрой. То есть пчелы, которые прилетели брать, их сыпят пудрой и смотрят дальше. Зная скорость полета пчелы с ношей и без нее, также вчитывая время затрачиваемой пчелой на полет в оба конца, из складывания принесенной ношей в сотый небольшой отдых, нетрудно определить приблизительно расстояние от кормушки до места обитания той или иной семьи пчел. Проще же руководство степенью возрастания интенсивности лета пчел к кормушке и быстротой возвращения меченых пчел. Передвигаясь в направлении, куда улетает и откуда возвращается наибольшее количество пчел, после каждого нового передвижения с кормушкой, нужно тщательно осматривать по спиралиобразными кругами ту часть леса, где встречаются наиболее старые доплистые деревья. Следует иметь в виду, что пчелы отдают предпочтение дуплам в еще живых деревьях. То есть пчелы летают в эту сторону, вы попали в лес и вы идете как бы зигзагами, зигзагами идете в том направлении и осматриваете деревья, где они могут находиться. Таким образом вы можете найти рой. Ну это, так сказать, искать иголку в стах гусена. Ну если у кого есть желание и вы знаете, что в округе есть пасеки, из которых могут слететь пчелы, то есть вероятность, что вы сможете поймать и найти ни один рой, и найти ни одно место обитания пчел. Также еще одна интересная статья, она актуальна как в то время была, так и сейчас. Я сейчас прочитаю и немножко покажу. Как применять фумагелин при назематозе пчел? Фумагелин – антибиотик, применяемый как эффективный лечебно-профилактический препарат при назематозе пчел. То есть при поносе, всем, чтобы понятно было. Фумагелин представляет собой порошок желтого цвета, выпускаемый нашей промышленностью в кристаллической. Фумагелин нерастворим в воде, плохо растворим в этиловом спирте и хорошо в химически чистом хлороформе. Биологическая активность фумагелина измеряется количеством содержащих в одном миллиграмме фумагелина биологических единиц. При хранении фумагелина в течение 6-8 месяцев биологическая активность его падает приблизительно на 1 треть. При дозировке следует исходить не из весовых единиц, а из единиц биологического действия. Хранить фумагелин надо в стеклянной банке из коричневого стекла с притертой пробкой в темном месте при температуре от 4 до 0. Приготовление лечебной подкормки. Вначале готовят сахарный сироп обычным способом из расчета на 1 литр воды, или 1 кг сахара, или 1,5 кг, или до 2 кг сахара. Сироп готовят сразу на все количество семей, которым предполагается дать лечебно-профилактическую подкормку. Количество фумагелина отвешивает соответственно количеству литров приготовленного сахарного сиропа. Из расчета 50-100 г фумагелина на 1 литр сиропа. Фумагелин сначала растворяют 0,25-0,5 клороформа и так далее. Тут в то время так делался этот раствор. Раствор и потом добавляют в сироп. Вот, это этот раствор. И сироп должен быть теплый. Остуживают до плюс 30 градусов сахарный сироп и дают улья пчелам. Способ применения и дозы. Для лечебных целей фумагелин применяют сразу после выставки пчел из зимовника. Лечебный сироп дают пчелам семя в кормушках или пустых сотах по 1 литру 4 раза через каждые 7 дней. При появлении назиматоза в течение зимовки, поясняется, что это такое, а понашивание сотов и передние стенки улья, беспокойство, большая осыпь данные лабораторных исследований пчел на назиматоз. Лечебный сироп дают пчелам семям сверху гнезда в перевернутые банках однократно из расчета 1,5-2 литра на одну семью. Для профилактических целей фумагелин применяется в подкормках на зиму, при сборке гнезд на зимовку однократно из расчета 2-3 литра лечебного сиропа на одну пчелиную семью. При появлении назиматоза во время зимовки и для профилактических целей количество препаратов в сиропе надо увеличить в 1,5-2 раза. Применение профилактических и лечебных подкормок обязательно сочетать с проведением санитарных мероприятий на пасеке. Что именно? Весенняя пересадка с чисткой и дезинфекцией ульев, замена зимовалых сотов на вновь отстраиваемую и дезинфицированную сушь. Фумагелин продается и рассылается, тут поясняется там Союз, Ветснап, ну это в то время, а сейчас мы это можем получить, как говорится, в пчеловодных магазинах. Сейчас я покажу, что этот фумагелин работает и сейчас. Даже и у нас в Америке мы имеем журнал, вот такой вот Мэн Лейк называется. Пожалуйста, вот это пчеловодный каталог, который Мэн Лейк, и вы можете на интернете посмотреть, вот такое название. И вот даже вот у нас, пожалуйста, то же самое. Баночки, вот они, вот они, видите, баночки в малых пропорциях и больших и больших. Та же самая система, растворять, продается в граммах, вот, если хотите, я вам прочитаю, вот, одна баночка 5 граммов, другая баночка больше, вот, и третья баночка 9,5 граммов. Вот, растворять, тут тоже написано на сколько, допустим, 5 граммов растворять на 5 галлонов, или 18,9, почти на 19 литров. Вот та самая маленькая баночка. Итак, друзья, то же самое и в настоящее время. Советую вам использовать и в настоящее время. То есть, этот способ борьбы с назематозом или с опонашиванием эффективным в настоящее время прошло уже почти 60 лет. Изменений нет. То есть, хочу еще отметить по отношению к этой статье, что соты, как тут я уже прочитал, должны быть дезинфицированы. То есть, после того, как ваша семья заболела, их нужно соты обезвредить. И сейчас я прочитаю маленькую статью, как обезвредить соты, потому что обычно они запоношенные, и рамка запоношена сверху. Ну, естественно, это прочищается, сверху рамка обчищается от поносов, со всех сторон старается. Ну, а соты невозможно обчистить, потому что там этот понос по сотам протек, и везде рамки, хоть выкидай. Ну, вот как сделать дезинфекцию. О дезинфекции сотов уксусной кислотой при назематозе пчел. Дезинфекция сотов производится парами уксусной кислоты без подогрева. Для дезинфекции применяют 96% уксусную кислоту, которую разводят водой в соотношении 4 части кислоты на 1 часть воды. Я думаю, понятно всем, если взять ложки, это значит 4 ложки кислоты на 1 ложку воды. Можно пользоваться обычной уксусной эссенцией, которая представляет собой 8% уксусную кислоту. Ну, тут написано по 200 кубических сантиметров на корпус 12-рамочного улья. Перед дезинфекцией корпус стандартного улья заполняют 14-ми рамками сотами, поверх которых кладут ветошь или холстик. Ну, имеется в виду, это семья без пчел, это просто рамки, заполненные сотами. При дезинфекции большого количества сотов, заполненные ими корпуса улья, можно ставить друг на друга, прокладывая между каждым корпусом поверх рамок ветошь или холстик. 200 кубических сантиметров или 8% уксусной кислоты выливают поверх ветоши в корпус каждого улья отдельно. Вот, то есть, ветошь это, знаете, такое, вам понятно, это то, что вытирается, или прокладочный такой, который впитывает материал, который впитывает, если вы там разлили воду или еще что-то. Ну, типа вот салфеток, которые сейчас продаются бумажных или побольше, так сказать, чтобы оно впитывало все это. Верхний корпус закрывают плотно крышкой, все чели тщательно замазывают глиной, ну, тут можно чем угодно и даже пленкой замотать. Длительность дезинфекции сотов при температуре воздуха 16-18 градусов, трое суток. То есть, если на дворе температура от 16 до 18 градусов, то в это время, ну, это как обычно к осени дело или ранее весной, вот, на трое суток вот это испарение там происходит при такой температуре. И что дальше? При температуре более низкой срок обработки необходимо увеличить до 5-7 суток. То есть, если более пониженная температура, то держать можно больше, до 7, до недели целой, 7 суток. Вот, ну, закрыть. После этого соты вынимают, сутки проветривают на воздухе, а затем можно подставлять в гнезда. То есть, таким образом уничтожаются вот эти споры и все, что там вот это при назематусе развивалось. Небольшое количество перги и меда в сотах не являются препятствием для их дезинфекции и не оказывают затем вредное действие на пчел. Качество сотов от дезинфекции также не ухудшается. Смена гнезд в весенне-летний период на дезинфицированную сушь и вновь отстраиваемые соты предупреждает или снижает заражение пчел назематусом. Это очень важно. Возьмите во внимание, друзья, если в вашей семье, знаете, небрежность человека, пчеловода, это моя была такая небрежность в свое время, если вы, а, авось проведет, авось пронесет, не пронесет, не проведет, старайтесь проводить дезинфекцию ваших сотов. И у вас будет работа приятная и вам, и вашим челам. А если поторопитесь, то будет протеря, будете по новой покупать что-то, уничтожать, перетапливать, потому что все пропадает. Итак, дорогие друзья, вот такую информацию я хотел вам сегодня дать. И, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, понравилось, не понравилось. Но эта информация нужна, потому что, когда случится беда, все равно вы обратитесь сюда. И посмотрите, как сделать, как очистить, чтобы было чисто. До встречи, удачи вам, хорошей зимовки, до следующего видео.